Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Брасов-Дружковский Глава 9 Краткое содержание Тым или Тыми Лейтенант Башняк Поляков Верхний Армудан Нижний Армудан Дербинская Прогулка по Тыми Узкого Цыганя Прогулка по Тайге Воскресенская Второй округ Северного Сахалина Находится под ту сторону Водораздельного хребта И называется Тымовским Так как большинство его селений Лежит на реке Тыми Впадающей в Охотское море Когда из Александровска Едешь в Новомихайловку То на переднем плане Возвышается хребет Загораживая собой горизонт И та его часть Которая видна отсюда Называется пилингой С высоты этой пилинги Открывается роскошная панорама С одной стороны На долину Дуйки и море А с другой На широкую равнину Которая на протяжении Более чем Двухсот верст К северо-востоку Орошается тымью И ее притоками Эта равнина Во много раз больше И интереснее Александровской Богатство воды Разнообразный строевой лес Трава выше человеческого роста Баснословное изобилие рыбы И залежи угля Предполагают Сытое и довольное Существование Целого миллиона людей Так бы оно могло быть Но холодные течения Охотского моря И льдины Которые плавают У восточного берега Даже в июне Свидетельствуют С неумолимой ясностью Что когда природа Создавала сахалин То при этом Она меньше всего Имела в виду Человека И его пользу Если бы не горы То равнина была бы Тундрую Холоднее И безнадежнее Чем около вяхту Первый был на реке Тыми И описал ее Лейтенант Башняк В 1852 году Он был послан сюда Невельским Чтобы проверить Сведения Насчет залежей Каменного угля Полученные от геляков Затем Пересечь поперек Остров И выйти на берег Охотского моря Где, как говорили Находится Прекрасная гавань Ему даны были Нарта собак Дней на 35 сухарей Чаю Да сахару Маленький ручной компас И вместе с крестом Невельского Ободрения Что Если есть сухарь Чтобы утолить голод И кружка воды Чтобы напиться То с Божьей помощью Дело делать еще возможно Проехавшись по Тыми До восточного берега И обратно Он кое-как добрался До западного берега Весь ободранный Голодный С нарывами На ногах Собаки Отказывались Идти дальше Так как были голодны В самую пасху Он притаился В уголке Геляцкой юрты Решительно Выбившись Из сил Сухарей не было Разговеться Нечем Нога болела Страшно В исследованиях Башняка Самая интересная Конечно Личность Самого исследователя Его молодость Ему шел Тогда Двадцать первый год И его беззаветная Геройская преданность Делу Тым Тогда была покрыта Глубоким снегом Так как На дворе Стоял Март Но все же Это путешествие Дало ему В высшей степени Интересный материал Для записок Четыре года Четыре года спустя По Тыми Спустился На восточный берег Леопольд Иванович Шрэнг И тем же путем Вернулся назад Но дело Происходило Тоже зимой Когда река Была покрыта Снегом Серьезное И тщательное Исследование Тыми С научную И практическую Целью Было произведено В 1881 году Зоологом Поляковым Его уже нет в живых Он умер Вскоре После своего Путешествия На Сахалин Если судить По его Наскоро Написанным Эскизным Запискам То это был Талантливый И всесторонне Образованный Человек Вот его статьи Путешествие На остров Сахалин В 1881 1882 Годах Письма К секретарю Общества Приложенные К 19 Тому Известий Императорского Русского Географического Общества 1883 Года Отчет Об исследованиях На острове Сахалин И в Южно-Уссорийском Крае Приложение Номер 6 К 48 Тому Записок Императорской Академии Наук 1884 Года И На Сахалин Опубликовано В Нове В 1885 Году Номере Первом Направляясь Из Александровска Он 24 Июля На Валах С большими Трудностями Перевалил Через Пилингу Были тут Только Пешеходные Тропинки По которым Спускались И поднимались Каторжные Таскавшие Тогда на своих Плечах Продовольствие Из Александровского Округа В Тымовский Высота Хребта Здесь 2000 Футов На притоке Тыми Адмво Ближайшем К пилинге Стоял Ведерниковский Станок От которого Уцелело Теперь Только Одно Должность Смотрителя Ведерниковского Станка Этот Смотритель По отношению К станку Изображает Из себя Теперь Нечто Вроде Экс Короля И несет Обязанности Ничего Общего Со Станком Не имеющие Притоки Тыми Быстры Извилисты Мелководны И порожисты Сообщение На лодках Невозможно И Полякову Поэтому Пришлось Пробираться На валах До самой Тыми В селении Дербинском Он со своими Спутниками Сел в лодки И поплыл вниз По течению Утомительно Читать Описание Этого Его путешествия Благодаря Добросовестности С какой он Пересчитывает Все пороги И перекаты Встречены Им на пути На протяжении 272 верст От Дербинского Он должен был Повороть 110 препятствий 11 порогов 89 перекатов И 10 Таких мест Где фарватер Был запружен Наносными деревьями И корчами Значит Река Средним числом На каждых Двух верстах Мелководна Или засорена Около Дербинского Она имеет В ширину 20-25 сажений И чем она Шире Тем мельче Частые Ея изгибы И завороты Стремительность Течения И мелководье Не позволяют Надеяться Что она Когда-нибудь Будет судоходной В серьезном Значении Этого слова По мнению Полякова Она годится Быть только С плавной Рекой Лишь На последних 70-100 верстах До устья То есть там Где меньше всего Следует рассчитывать На колонизацию Она становится Глубже И прямее Течение Тут Тише Порогов И перекатов Нет вовсе Здесь может ходить Паровой катер И даже Мелкосидящий Буксирный Пароход Когда здешние Богатейшие Рыбные ловли Попадут В руки Капиталистов То по всей Вероятности Будут сделаны Солидные Попытки К очистке И углублению Фарватера Реки Быть может Даже по берегу До устья Пройдет Железная Дорога И нет Сомнения Река С лихвою Окупит Все затраты Но это В далеком Будущем В настоящем же Присуществующих Средствах Когда приходится Иметь в виду Лишь Ближайшие Цели Богатство Тыми Почти Призрачны Сыльному Населению Она дает До обидного Мало По крайней мере Тымовский Поселениц Живет Так же В проголодь Как и Александровский Долина Реки Тыми По описанию Полякова Усеяна Озерами Старицами Оврагами Ямами На ней Нет Ровных Гладких Пространств Заросших Питательными Кормовыми Воду И образуют Корчи И запруды Из кустарников Здесь Черемуха Ивняк Шиповник Боярышник Комаров Тьма 1 августа Неизмены И болотисты С моря Подуло Холодком Тым Впадает В Ныйский Залив Или Тро Маленькая Водная Пустыня Служащая Предверием В Охотское Море Или Что все равно В Тихий Океан Первая Ночь Которую Поляков Провел На берегу Этого Залива Была Ясная Прохладная И на небе Сияла Небольшая Комета С раздвоенным Хвостом Поляков Не пишет Какие мысли Наполняли Его Пока он Любовался На комету И прислушивался К ночным Звукам Сон Превозмог Его На другой День Утром Судьба Наградила Его Неожиданным Зрелищем В устье У входа В залив Стояло Темное Судно С белыми Бортами С прекрасной Оснасткой И рубкой На носу Сидел Живой Привязанный Орел У устья Двухсаженный Шест Не хватал Дна Реки В заливе Может стоять Судно Большого Размера Если бы На Охотском Море Близ Сахалина Было Развито Судоходство То суда Находили бы Себе Тут в заливе Тихую И вполне Безопасную Стоянку Берег Залива Произвел Наполякова Унылое Впечатление Он называет Его типичным Характерным Образчиком Ландшафта Полярных Стран Растительность Скудная Корявая От моря Залив Отделяется Узкую Длинную Песчаной Укосой Дюнного Происхождения А за Укосой Беспредельно На тысячи Верст Раскинулось Угрюмое Злое Море Когда С мальчика Начитавшегося Майнрида Падает Ночью Одеяло Он Зябнет И тогда Ему Снится Именно Такое Море Это Кошмар Поверхность Свинцовая Над нею Тяготеет Однообразное Серое Небо Суровые Волны Бьются О пустынный Берег На котором Нет деревьев Они Ревут И редко Редко Черным Пятном Промелькнет В них Кит Или Тюлень Горный Инженер Лопатин В середине Июня Видел здесь Лед Который Покрывал Море Лед Этот Простоял До Июля На Петров День В чайнике Замерзла Вода В настоящее Время Чтобы попасть В Тымовский Округ Нет Надобности Переваливать Через Пилингу По Крутизнам И Ухабам Я уже Говорил Что В Тымовский Округ Из Александровска Ездят Теперь Через Арковскую Долину И Меняют Лошадей В Арковском Станке Дороги Здесь Превосходные И Лошади Ездят Быстро В 16 Верстах От Арковского Станка Находится Первая Патракту Селения Тымовского Округа С названием Точно в Восточной Сказке Верхний Армудан Оно Основано В 1884 Году И состоит Из двух Частей Которые Расположились По склону Горы Около Речки Армудан Притока Тыми Жителей Здесь 178 123 Мужчин И 55 Женщин Хозяев 75 И При них Совладельцев 28 Поселенец Васильев Имеет Даже Двух Совладельцев В сравнении С Александровским Округом В большинстве Селений Тымовского Как увидит Читатель Очень много Совладельцев Или половинщиков Мало Женщин И Очень мало Законных Семей Верхнем Армудане Из 42 Семей Только 9 Законные Жен Свободного Состояния Пришедших За мужьями Только Трое То есть Столько Же Как В Красном Яре Или Бутакове Существующих Не больше Года Этот Недостаток Женщин И Семей В селениях Тымовского Округа Часто Поразительный Несоответствующий Общему Числу Женщин И Семей На Сахалине Либо местными Или экономическими Условиями А тем Что все Вновь Пребывающие Партии Сортируются В Александровске И местные Чиновники По пословице Своя рубашка Ближе к телу Задерживают Большинство Женщин Для своего Округа И притом Лучшеньких Себе А что похуже То нам Как говорили мне Тымовские Чиновники Избы В Верхнем Армудане Крыты соломой Или корьем На некоторых Окна Не вставлены Или наглухо Забиты Бедность Воистину Попиющая Двадцать Человек Не живут Дома Ушли На заработки Разработанной Земли На всех Семьдесят пять Хозяев И двадцать восемь Совладельцев Приходится Только Шестьдесят Десятин Посеяно Зерна Сто восемьдесят Три Пуда То есть Меньше Чем по два Пуда На хозяйство Да едва ли Можно рассчитывать Здесь На хлебопашество Сколько бы ни сеяли Селение Лежит высоко Над уровнем моря И не защищено От северных Ветров Снег Тает здесь На две недели Позже Чем например В соседнем Селении Малотымове Ловить рыбу Летом Ходят За двадцать Двадцать пять Верст К реке Тыми А охота На пушного Зверя Имеет характер Забавы И так мало Дает в экономии Поселенца Что о ней Даже говорить Не стоит Хозяев И домочадцев Я заставал Дома Все Ничего не делали Хотя Никакого праздника Не было И казалось бы В горячую Августовскую Пору Все От мала До велика Могли бы найти Себе работу В поле Или на тыме Где уже шла Периодическая рыба Хозяева И их сожительницы Видимо скучали И были готовы Посидеть Поговорить О том О сём От скуки Они смеялись И для разнообразия Принимались Плакать Это Неудачники В большинстве Неврастенники И нытики Лишние люди Которые Все уже Испробовали Чтобы добыть Кусок хлеба Выбились из сил Которых у них Так мало И в конце концов Махнули рукой Потому что Нет Никакого Способу И не проживёшь Никаким Родом Вынужденные Безделья Мало-помалу Перешло В привычные И теперь Они Точно У моря Ждут Погоды Томятся Нехотя Спят Ничего Не делают И вероятно Уже Не способны Ни на какое Дело Разве Вот только В картишке Перекинуться Как это Не странно В верхнем Армудане Картижная игра Процветает И здешние Игроки Славятся На весь Сахалин За недостатком Средств Армуданцы Играют По очень Маленькой Но играют Зато Без Передышки Как в Пьесе Тридцать Лет Или Жизнь Игрока С одними Самых Страстных И нетомимых Картежников Поселенцем Сизовым У меня Происходил Такой Разговор Отчего Нас Ваше Превосходительство Не пускают На материк Спросил Он А зачем Тебе Туда Пошутил Я Там Гляди Играть Не с кем Ну Там То игра Настоящая Что сыграете Спросил Я Помолчав Точно Так Ваше Превосходительство Что С Потом Уезжая Из верхнего Армудана Я спросил У своего Кучера Катержного Ведь Они На интерес Играют Известно На интерес Но Что же Они Проигрывают Как Что Казенный Пай Хлеб Там Или Копченую Рыбу Харчи И одежу Проиграет А сам Голодный И холодный Сидит А что Же Он Ест Чего Ну Выиграет И поест А не Выиграет И так Спать Ляжет Не Евши Ниже На том же Притоке Есть Еще Селение Поменьше Нижний Армудан Сюда Я приехал Поздно Вечером И ночевал В надзирательской На чердаке Около Печного Борова Так как Надзиратель Не пустил Меня В комнату Ночевать Здесь Нельзя Ваше Высокоблагородие Клопов И тараканов Видимо Невидимо Сила Сказал Он Беспомощно Разводя Руками Пожалуйте На вышку На вышку Пришлось Сбираться В темноте По наружной Лестнице Мокрой И скользкой От дождя Когда Я наведался Вниз За табаком То увидел В самом деле Силу Изумительную Возможную Вероятно Только на одном Сахалине Стены И потолок Казалось Были покрыты Траурным Крепом Который Двигался Как от ветра По быстро И беспорядочно Сноющим Отдельным Точкам На крепе Можно было Догадаться Из чего Состояла Эта кипящая Переливающаяся Масса Слышались Шуршание И громкий Шепот Как будто Тараканы И клопы Спешили Куда-то И совещались Кстати У сахалинцев Существует Мнение Будто Клопов И тараканов Приносят Из лесу Во мхе Которым Здесь Конопатят Постройки Мнение Это Выводит Из того Что не успевают Депроконопатить Стен Как уже В щелях Появляются Клопы И тараканы Понятно Мох Тут ни при чем Насекомых Приносят На себе Плотники Ночующие В тюрьме Или в поселенческих Избах Жителей в Нижнем Армудане 101 76 Мужчин И 25 Женщин Хозяев 47 И при них Совладельцев 23 Законных Семей 4 Незаконных 15 Женщин Свободного Состояния Только 2 Нет Ни одного Жителя В возрасте 15 20 Лет Народ Бедствует Только Шесть Домов Покрыты Тесом Остальные Жекорьем И Так же Как В Верхнем Армудане Кое-где Окна Не вставлены Вовсе Или Наглухо Забиты Я Не записал Ни одного Работника Очевидно Самим Хозяевам Делать Нечего Ушло На заработки 21 Земли Разработана Под пашню И огороды С 1884 Года Когда Селение Было Основано Только 37 Десятин То есть То есть По полдесятины На каждого Хозяина Посеяно Азимово И ярового Хлеба 183 Пуда Селение Совсем Не похоже На хлебопашескую Деревню Здешние Жители Это Беспорядочный Изброд Русских Поляков Финляндцев Грузин Голодных И оборванных Сошедшихся Вместе Не по своей воле И случайно Точно после Кораблекрушения Следующая Патракту Селения Лежит На самой Тыме Основано Оно В 1880 Году И названо Дербинским В честь Смотрителя Тюрьмы Дербина Убитого Арестантом За шестокое Обращение Это 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 был Это был Еще Молодой Но Тяжелый Крутой Шестьдесят Рублей Прошлое Усиление Дербинского Вообще Не радостное Одна Часть Равнины На которой Оно Теперь Стоит Узкая Была Покрыта Сплошным Березовым И осиновым Лесом А на другой Часть Более Просторной Но Низменной И болотистой И казалось бы Негодной Для поселения Рос Густой Еловый И Лиственничный Лес Едва Покончили С рубкой Леса И Раскорчевкой Под Избы Тюрьму И казенные Склады Потом С осушкой Как пришлось Бороться С бедой Которой Не предусмотрели Колонизаторы Речушка Амга В весеннее Половодье Заливало Все селение Нужно Для нее Другое Русло И давать Ей Новое Направление Теперь Дервинская Занимает Площадь Больше Чем В квадратную Версту И имеет Вид Настоящей Русской Деревни Въезжаешь В него По великолепному Деревянному Мосту Река Веселая С зелеными Берегами С ивами Улицы Широкие Избы С тесовыми Крышами И С дворами Новые Тюремные Постройки Всякие Склады И амбары И дом Смотрителя Тюрьмы Стоят Среди Селения И напоминают Не тюрьму А господскую Экономию Смотритель Все Ходит От амбара К амбару И звенит Ключами Точь в точь Как помещик Доброго Старого Времени Денно И ночно Пекущийся О запасах Жена Его сидит Около Дома В палисаднике Величественная Как маркиза И наблюдает За порядком Ей видно Как перед Самым домом Из открытого парника Глядят Уже созревшие Арбузы И около Них Почтительно С выражением Рабского Усердия Ходит Каторжный Садовник Каратаев Ей видно Как с реки Где арестанты Ловят рыбу Несут здоровую Отборную Кету Так называемую Серебрянку Которая Идет не в тюрьму А на Балычки Для начальства Около Палисадника Прогуливаются Барышни Одетые Как ангельчики На них Шиет Каторжная Модистка Присланная За поджог И кругом Чувствуется Тихая Приятная Сытость И довольство Вступают Мягко Покошачьи И выражаются Тоже мягко Рыбка Балычки Казененькое Довольствие Жители Которое Серьезно Можно Назвать Селением А не Случайным Сбродом Людей Законных Семей В нем 121 Свободных 14 И между Законными Женами Значительно Преобладают Женщины Свободного Состояния Которых Здесь 103 Дети Составляют Треть Всего Населения Но При попытке Понять Экономическое Состояние Дербинцев Опять-таки Наталкиваешься Прежде всего На разные Случайные Обстоятельства Которые Здесь Играют Такую же Главную И подчиняющую Роль Как и В других Селениях Сахалина И здесь Естественные И экономические Законы Как бы Уходят На задний План Уступая Своё Первенство Таким Случайностям Как например Большее Или меньшее Количество Неспособных К труду Больных Воров Или бывших Горожан Которые Здесь Занимаются Хлебопашеством Только Понеболе Количество Старожилов Близость Тюрьмы Личность Окружного Начальника И так далее Всё это Условия Которые Могут Меняться Через Каждые Пять Лет И даже Чаще Те Дербинцы Которые Отбыв Каторгу До 1880 Года Селились Тут Первые Вынесли На своих Плечах Тяжёлое Прошлое Селение Обтерпелись И мало Помалу Захватили Лучшие Места И куски И те Которые Прибыли Из России С деньгами И семьями Так же Живут Небедно Двести Двадцать Десятин Земли И ежегодный Улов Рыбы В три тысячи Пудов Показываемые В отчётах Очевидно Определяют Экономическое Положение Только Этих Хозяев Остальные Жители То есть Больше Половины Дербинского Голодны Оборваны И производят Впечатление Ненужных Лишних Неживущих И мешающих Другим Жить В наших Русских Деревнях Даже После пожаров Не наблюдается Такой Резкой Разницы Когда я Приехал В Дербинское И потом Ходил По избам Шёл дождь Было Холодно И грязно Смотритель Тюрьмы За неимением Места В его Тесной Квартире Поместил Меня В новом Недавно Выстроенном Амбаре В котором Была сложена Венская Мебель Мне поставили Кровать И стул И приделали К дверям Завёртку Чтобы можно Было Запираться Изнутри С вечера Часов До двух Ночи Я читал Или делал Выписки Из подворных Описей И алфавита Дождь Не переставая Стучал По крыше И редко Редко Какой-нибудь Запоздалый Арестант Или солдат Шлёпая По грязи Проходил мимо Было Спокойно И в амбаре И у меня На душе Но едва Я тушил Свечу И ложился В постель Как слышались Шорох Шопот Стуки Плескания Глубокие Вздохи Капли Падавшие С потолка На решётке Венских Стульев Производили Гулки Звенящий Звук И после каждого Такого звука Кто-то шептал В отчаянии Ах Боже мой Боже мой А рядом С амбаром От дверей К дверям Торопливо Ходит Смотритель С ключами Я тебе Пропишу Такую Записку Что потом Неделю Чесаться Будешь Кричит он Я тебе Покажу Записку Эти слова Относятся К толпе Человек В двадцать Каторжных Которые Как можно Судить По немногим Долетевшим До меня Фразам Просится В больницу Они Оборваны Вымокли На дожде Забрызганы Грязью Дрожат Они хотят Выразить Мимикой Что им В самом деле Больно Но На озяпших Застывших Лицах Выходит Что-то Кривое Лживое Хотя Быть может Они вовсе Не лгут Ах Боже мой Боже мой Вздыхает Кто-то Из них И мне Кажется Что мой Ночной Кошмар Все еще Продолжается Приходит На ум Слово Парии Означающее В обиходе Состояние Человека Ниже Которого Уже Нельзя Упасть За все Время Пока Я был На Сахалине Только В поселенческом Бараке Около Рудника Да здесь В Дербинском В это Дождивое Грязное Утро Были Моменты Когда Мне Казалось Что я Вижу Крайнюю Предельную Степень Унижения Человека Дальше Которой Нельзя Уже Идти В Дербинском Живет Каторжная Бывшая Баронесса Которую Здешние Бабы Называют Рабочей Барней Она Ведет Скромную Рабочую Жизнь И Как Говорят Довольна Своим Положением Один Бывший Московский Купец Торговавший Когда-то На Тверской Ямской Сказал Мне Со Вздохом А Теперь В Москве Скачки И Обращаясь К поселенцам Стал Им Рассказывать Что Такое Скачки И Какое Множество Людей По Воскресеньям Движутся К Заставе По Тверской Ямской Верите Ваше Высокородие Сказал Он Мне Взволнованный Своим Рассказом Я Бы Все Отдал Жизнь Бы Свою Отдал Чтобы Только Взглянуть Не на Россию Не на Москву А Хоть Бы На Одну Только Тверскую В Дербинском Между прочим Живут Два Емельяна Самохвалова Однофамильцы И Во дворе У одного Из этих Емельянов Помнится Я Видел Петуха Привязанного За ногу Всех Дербинцев В том Числе И Самих Емельянов Самохваловых Забавляет Это Странная Очень Сложная Комбинация Обстоятельств Которые Двух Человек Живших В разных Концах России И Схожих По имени И фамилии В конце Концов Привела Сюда В Дербинское 27 Августа Приехали В Дербинское Генерал Кананович Начальник Тымовского Округа Александр Михайлович Бутаков И еще Один Чиновник Молодой Человек Все Трое Интеллигентные И интересные Люди Они И я Вчетвером Совершили Небольшую Прогулку Которая Однако От начала До конца Была Обставлена Такими Неудобствами Что Вышла У нас Не прогулка Как будто Пародия На экспедицию Начать С того Что Шел Сильный Дождь Грязно Скользко За что Не возьмешься Мокро С Намокшего Затылка Течет За ворот Вода В сапогах Холодно И сыра Закурить Папиросу Это Сложная Тяжелая Задача Которую Решали Все Сообща А мы Около Дербинского Сели В лодку И поплыли Вниз Под Тыми По пути Мы Останавливались Чтобы осмотреть Рыбные Ловли Водяную Мельницу Тюремные Пашни Ловли Я опишу В своем Месте Мельницу Мы Единогласно Признали Превосходной А пашни Не представляют Из себя Ничего Особенно Обращают На себя Внимание Разве Только Своими Скромными Размерами Серьезный Хозяин Назвал Бо их Баловством Течение Реки Быстрое Четыре Гребца И рулевой Работали Дружно Благодаря Быстроте И частым Изгибам Реки Картины Перед Нашими Глазами Менялись Каждую Минуту Мы Плыли По горной Тайговой Реке Но Всю Ее Дикую Прелесть Зеленые Берега Крутизны И одинокие Неподвижные Фигуры Рыболовов Я охотно Променял бы На теплую Комнату И сухую Обувь Тем более Что пейзажи Были однообразны Не новый Для меня А главное Покрыты Серой Дождевой Мглой Впереди На носу Сидел Александр Михайлович Бутаков С ружьем И стрелял По диким Уткам Которых Мы Вспугивали Своим Появлением По Тыме К северо-востоку От Дербинского Пока основано Только два Селения Воскресенское И Узкого Чтобы заселить Всю реку До Устья Таких селений С промежутками В 10 верст Понадобится По меньшей Мере 30 Администрация Намерена Основывать их Ежегодно По одному По два И соединить Их Дорогою В расчете Что со временем Между Дербинским И Нызским Заливом Проляжет Тракт Оживляемый И охраняемый Целую линию Селений Когда мы Плыли мимо Воскресенского На берегу Стоял на вытяжку Надзиратель Очевидно Поджидая Нас Александр Михайлович Бутаков Крикнул ему Что на обратном Пути из Узкого Мы будем Ночевать у него И чтобы он Приготовил Побольше соломы Вскоре После этого Сильно запахло Гниющей рыбой Мы подходили К геляцкой Деревушке Ускво Давшей название Теперешнему Ускову На берегу Нас встретили Геляки Их жены Дети И куцы И собаки Но уж Того удивления Какого возбудили Здесь когда-то Своим прибытием Покойный Поляков Мы не наблюдали Даже дети Разрушенных Семьями Семьями собрались Мне были Полдесятины На хозяйство Все живут Часов 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 Пять По полудни Мы пошли Пешком Назад В воскресенское Расстояние Небольшое Всего Шесть верст Но от непривычки Путешествовать По тайге Я стал чувствовать Утомление После первой же версты Шел по-прежнему Сильный дождь Тотча же По выходе Из узкого Пришлось Иметь дело С ручьем Сажень Ширины Через который Были перекинуты Три тонких Кривых Бревна Все прошли Благополучно Я же Оступился И набрал В сапог Перед нами Лежала Длинная Прямая Просека Прорубленная Для проектированной Дороги На ней Не было Буквально Ни одного Сажня По которому Можно было бы Пройти Не балансируя И не спотыкаясь Кочки Ямы Полные воды Жесткие Точно Проволочные Кусты Или корневища Которые Спотыкаешься Как о порог И которые Предательски Скрылись Под водою А главное Самое Неприятное Это валежник И груды Деревьев Поваленных Здесь При рубке Просеки Победишь Одну груду Спотеешь И продолжаешь Идти по болоту Как опять Новая груда Которой Не минуешь Опять Взбираешься А спутники Кричат мне Что я иду не туда Надо взять Влево От груды Или вправо И так далее Сначала я старался Только об одном Не набрать бы В другой сапог Но скоро Махнул на все Рукой И предоставил Себя течению Обстоятельств Слышится Тяжелое дыхание Трех поселенцев Которые плетутся Сзади И тащат Наши вещи Томит Духота А дышка Хочется пить Идем без фуражек И так легче И какие-нибудь Шесть верст Составляют Для него Сущий пустяк Он рассказывал Мне про свое путешествие Вдоль реки Параная К заливу Терпения И обратно В первый день Идти мучительно Побиваешься Из сил На другой день Болит все тело Но идти все-таки Уже легче А в третий И затем Следующие дни Чувствуешь себя Как на крыльях Точно ты не идешь А несет тебя Какая-то Невидимая сила Хотя ноги По-прежнему Путаются В жестком Багульнике И вязнут В трясине На полдороги Стало темнеть И скоро Нас окутала Настоящая тьма Я же потерял Надежду Что когда-нибудь Будет конец Этой прогулки И еще Ощупью Болтаясь По колено В воде И спотыкаясь О бревна Кругом меня И моих спутников Там и сям Мелькари Или млели Неподвижно Блуждающие Огоньки Светились Фосфором Целые лужи И громадные Гниющие деревья А сапоги Мои были Усыпаны Движущимися Точками Которые Горели Как ивановские Светляки Но вот Слава Богу Вдали Заблестел огонь Не фосфорический А настоящий Кто-то Окликнул нас Мы ответили Показался Надзиратель С фонарем Широко Шагая Через лужи В которых Отсвечивал Его фонарь Он через Все Воскресенское Которое Едва Было Видно В потемках Повел Нас К себе В Надзирательскую На то Чтобы пройти Шесть Верст Из Узкого Воскресенское Нам понадобилось Три Часа Если читатель Вообразит Пешехода Навьюченного Мукой Солониной Или казенными Вещами Или больного Который Идет Из Узкого В Рыковскую Больницу То ему Станет Вполне Понятно Какое Значение Имеют На Сахалине Слова Нет Дороги Проехать Невозможно Ни на колесах Ни верхом Бывали Случаи Что при попытке Проехать верхом Лошади Ломали себе Ноги У спутников Моих Было с собой Сухое Платье Для перемены И они Придя в Назирательскую Поспешили Переодеться У меня же С собой Ничего Не было Хотя Я промок Буквально Насквозь Мы напились Чаю Поговорили И легли Спать Кровать В Назирательской Была только Одна Ее Занял Генерал А мы Простые Смертные Легли На полу На сене Воскресенская Почти вдвое Больше Узкого Жителей 183 Человека 175 Мужчин И 8 Женщин Свободных Семей Семь И ни одной Венчаной Пары Детей В селении Немного Только Одна Девочка Хозяев 97 При них Совладельцев 77 Читано по изданию Полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Издание второе Том пятнадцатый Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 год Санкт-Петербург